От оказания услуг к решению проблем. Девиз нового кадрового центра. Старые принципы трудоустройства граждан уходят в сторону. Сейчас только индивидуальный подход в поиске работы. Подбор вакансий начинается в зоне цифровых сервисов. Достаточно просто подойти к одному из компьютеров. Гражданин может посмотреть самостоятельно вакансии, ознакомиться со всеми вакансиями, которые есть в базе кадрового центра, а также вывести их на печатающие устройства, те вакансии, которые его заинтересовали. Помимо этого, он может самостоятельно подать заявление для получения государственных услуг. Если появились проблемы или дополнительные вопросы, то вас будут ждать в соседнем зале, в центре работы с гражданами. Нужно лишь взять талон, дождаться вызова и подойти к соответствующему окну. Специалист сформирует ваше личное дело. Ноу-хау в том, что подпись ставят необычной ручкой. При этом стоит отметить, что наличие электронной цифровой подписи гражданину оформлять не требуется. Кадровый центр помогает не только безработным, но и предпринимателям. Допустим, Жанне центр помог открыть студию красоты. Специалисты помогли в открытии своего бизнеса, в написании бизнес-проекта. После этого мы защитили этот проект перед комиссией и нам выделили субсидию 114 тысяч. К 2024 году планируется модернизировать все центры занятости, которые в районе. С этого года финансирование идет в рамках федерального проекта «Содействие занятости». То есть мы перешли в национальный проект демографии. На сегодня в Бурятии около 15 тысяч безработных. В этом году такие кадровые центры появятся в Баргузинском, Заиграевском, Яравнинском, Закаменском и Муйском районах республики.